Друзья мои, регенерация тканей, всех видов тканей, это очень важная вещь, потому что органы должны постоянно обновляться. Вот это обновление, по сути дела, и является регенерацией. Многие считают, что регенерация это только когда у ящерицы хвост отвалился и потом появился, то это регенерация. Нет, ничего подобного. Регенерация печени, долей печени, регенерация слизистой, регенерация соединительной ткани, это тоже регенерация. Особенно это важно после всевозможных оперативных вмешательств. Но вот что я вам скажу, ни о какой регенерации речи быть не может тогда, когда микроорганизмы и трихомонада, которые я выделяю абсолютно в отдельную, так сказать, супер бойцов, пока они живы, ни о какой регенерации речи быть не может. И я объясню вам почему. Дело в том, что особенно после оперативного вмешательства и вообще вмешательства в организм, да, освобождается огромное количество возможностей для микроорганизмов к поеданию плоти, то есть вас. Потому что клетки нарушены, если была операция, какое-то количество крови вышло в организм, им не надо, так сказать, работать, а просто готовые блюда уже. Понимаете, да? Это как будто вас пригласили в столичный ресторан какой-то бесплатно. Поэтому ни о какой регенерации тканей разговоров вообще быть не может, пока живы микроорганизмы. Занимайтесь антипаразитарными чистками, чистками печени, чистками лимфы, чистками кишечника. И только тогда есть какая-то определенная возможность, что вы сможете повороть этого опасного врага, системного врага, умного врага, за которым стоят миллиарды лет эволюции. И не надо воспринимать, если он маленький, значит он чмошный. Боюсь, что наоборот. На сегодня все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!